Вот Тинкина новая кроватка. Для тех, кто еще не видел, я ее сейчас застилаю взрослым постельным бельем, даже детское мы еще не купили. Пока не застелила, решила показать. Вот такой у нас матрасик. Не очень большой, кокосовый, ортопедический и не очень дорогой. Я решила, что лучше его поменять потом через годик, чем покупать сразу такой огромный. Знаете, бывают очень толстые, но при этом он все качества необходимые мною запрашиваемые выполнять. Очень красивая кроватка, делали на заказ, вот этот бортик снимается. Здесь у нас спидекстр, здесь у нас ночник. Ночник вот такой вот самый простой, но яркий. И вот сюда он Тимке светит в глаз. Дальше снизу здесь есть еще ящики. Очень вместительные и очень классно катаются на колесиках. Вообще, я сейчас вставлю видео, я снимала, как мы собирали эту кровать. Мне помогали мои подружки. Ну и что делают мои подруги? Они увидели, что у меня привезли ребенку кровать. И такие, ну что стоять коробком, давай соберем кровать. В общем, я готовлю, а девки собирают кровать. Анютик, моя вон пошла Настюша. Вот, смотрите, кровать. Вот я вам сейчас покажу. Дениска, Тимка. Вот они собирают наш кровать. Тут вообще... Давай тогда уж короночки. Давай короночка. Моя Анюта кушает. Моя Анюта кушает. Дениска, Тимка. Дениска будет дома спать, зайчик. Ну, мы поговорим. Анютик моя. Аня, у тебя настроение-то поднимается? Поднимается? Вот ты поднимаешься. С каждым кусочком, с гучоночкой, с хлоростом. Ой, 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 ой. К тебе можно. А вот у нас зачинщик всего этого. Кто пришел, говорит, ну что нам просто время проводить-то вечером сидеть, баллы. Мы давай кровать соберем. Вот эта маленькая девочка двигала, тягала нашу кровать два на два. Коробки. В общем, у меня самые лучшие подружки на свете. Я хочу, чтобы вы это видели и знали. Все нормально. Ничего страшного. Дай тебе тряпочку. Дай тебе тряпочку, Тим. Направляй как это, а я буду так держать за спину. Мы мучаем человека, который нам сделал эту кровать. Как ее собрать? У нас, оказывается, палки склеились. Ну вот кто мог думать, что они могут склеиться, да? Я так подумала, что на начало... Аня у нас мастер-фломастер. Я не мастер-фломастер. Так, мы перетащили кровать уже в спальню. Слушай, есть один момент. Надо только положить под вот это, потому что две этих я на одну. Я тут есть. У нас я есть. Нет, так, ну все. В какой раз мы перекручиваем эту балку? Второй? Да. Все, все, второй раз. Анючка, а тебе еще нужно будет нижнюю держать. Я держу. Я еще влог поснимаю, что нормально. И хочу показать. Тима там у меня ходит, ругается. Вот Тимкина кроватка, убранная, в убранном состоянии. И сейчас мы хотим сделать здесь вот такую стенку. И вот здесь эта стена обычная. Я хочу как-то отделить его зону. Тут, возможно, повесить какие-то постеры. И будем сейчас здесь наклеивать наклеечки, вот как я вам показала. Вот эти наклеечки, вот они, разных, маленькие, побольше, большие и вот такие вот средние. А мне вот эти будут наклеивать? Нет, тебе надо сначала его рассчитать, куда клеить. А, ладно, потом я буду клеить. Да, давай, ты можешь так громко. А, у меня кроватка. Кроватка твоя, да. Ну, а, смотрите, как я на нее зарезаю. Ого, здорово. И мне кажется, здесь очень скучные шторы. Я выбираю новые. Покажу на Алиэкспресс, что я выбрала. Может, вы подскажете. А, надо сказать, как хочу. Стены какие-то некрасивые. Некрасивые стены? Да, лапки какие-то. Ага. И белая она как-то. В общем, я хочу... А вот синяя и белая очень красивая. Ну, вот. Да, я люблю стать синей, я, господи, люблю. Но мы стены красить им не будем. Мы сюда просто наклеим треугольнички белой. Итак, вот что у нас получилось. Вот такая вот стена. Тима доклеивает. Тима там еще дальше сам доклеивает. Ну, мы, в общем, вот так и сделаем. Смотрите, как красиво. Как будто краской, да, получилось. Я поближе покажу. Еще наверх посмотрите. Я поближе покажу. Смотрите, она вот просто наклеивается. Еще наверх посмотрите. Еще наверх посмотрите. Смотрим наверх, смотрим, смотрим. Вот, смотрите. Это необычные наклейки. Они такие тоненькие. И есть разные интерьерные наклеечки. Поэтому берите на заметку. И шторы. Менять, не менять. На что менять? Я не могу. Мне вот они не нравятся. Или они мне просто надоели. Или тоже с каким-то узором надо. Мам, могу ли я отклеить? Это у нас, кстати, рециркулятор стоит. Не можешь отклеить? Вот у нас последняя осталась. Дай мне. Держи. Вот. Последняя. Вот. Отлично. Итак, дорогие мои друзья. Сейчас расскажу, какие классные. Покажу, какая у меня подборка на Алиэкспрессе. Покажу классные лайфхаки с этим магазином. Потому что многие классные есть и в Zara Home, и в H&M, и в разных магазинах. Но на Алиэкспресс это все дешевле. Поэтому есть вот такие украшательства, которые я, например, часто применяю. Ну, вернее, не часто применяю, а хочу применить. Да, вот как наклейки я вам показала. Проще заказать с Алиэкспресс. Попробовать нравится, не нравится. Чаще лучше поменять, изменить как-то интерьер. И, в общем, не париться из-за того, что вы потратили на это очень много денег. Итак, оставлю запись экрана, чтобы вам было видно, что я делаю и как вообще работать. У меня с приложениями. Кстати, вот вышли мне спортивные резинки, которые я хочу себе заказать. Смотрите, они здесь стоят 139 рублей, 300 рублей, 330 рублей. А в Инстаграме они стоят 1500. Про что я говорила? Значит, вводим поиск. Это моя нога, костюм Тимки. Столик. Вводим поиск по QR-коду. Вставляем из ленты QR-код и показываем вам, что я нашла. Смотрите, это гирлянды. Есть очень популярные кругленькие гирлянды такие. Тайские называются. Есть просто какие-то гирлянды. А я нашла гирлянды домики. Мне кажется, это очень круто. Вот смотрите, как красиво смотрится. Можно и над кроваткой повесить, и на полочки на какие-то. В общем, я в восторге. Сохраняю. Но я не знаю, что это за продавец, поэтому я пишу ссылку, сохраняю себе. Захожу в приложение Alitools. У кого в Windows, можете поставить расширение на... Видите, я здесь шторы себе проверяла, какие заказать. И... А, вот ссылку. Открыть сведения о товаре. Смотрите, цена сейчас упала на 81 рубль. То есть надо брать то, что сейчас она как раз уменьшилась, эта цена. И можно поставить себе вот такую вот кнопочку. Можно поставить себе кнопочку следить за ценой. И когда она будет еще упадать, вам будет приходить уведомление. Например, я не собираюсь ее сразу покупать, что я вам сейчас показываю. Только какие-то вещи определенные заказывать. Потому что это разные продавцы. Опять... Опять вводим QR-код. На этот раз вот этот. Вот наклеечки, про которые я говорила. Ставлю тоже лайк, чтобы сохранить себе товар, чтобы потом не искали по всему Алиэкспрессу. Вот какие здесь бывают наклеечки. Здесь лесные животные, кошечки, эльфевая башня. В общем, можно посмотреть, какие здесь... Вот видите, здесь есть еще совсем разные наклейки. И стоят они совсем недорого. 600 рублей, 500 рублей, 400 рублей. Также я хочу проверить продавца. Добавляю ссылочку, просто нажимаю на плюсик. И покажу, открыть сведения о товаре. Мне важно, на что обращаю внимание. То, что передавец 94% уровень доверия. То, что только 4% покупателей остались недовольны товаром. Здесь уведомления можно поставить. Вот цена сейчас опять упала на, правда, 65 копеек. Но здесь, опять же, можно поставить охоту за скидкой. Вот такую штучку. Это ночник. Помните, вы спрашивали у меня, Аня, где ты покупала ночник? Они делаются на заказ в Инстаграме. Но у меня оказался тяжелый. Они дорогие. По 7 тысяч. Особенно в Masai Home, которые очень крутые ночники. Можно для интерьера, для спокойствия взять себе небольшой ночничок. Разного форм, любых размеров. И, в общем, не сильно переживать. Потому что смотрите, как красиво смотрится. Не сильно переживать, что это сделано не на заказ. Вот такой вот мой подборчик. Поэтому обязательно сохраняйте QR-коды. Если вы хотите поделиться, ставьте на лайк, чтобы у вас это в вашем кабинете сохранялось. Проверяйте через Alitoos. Качественно доверие к продавцу, что он не обманывает. Качественный товар присылает. И, конечно же, лайфхак от меня. То, что смотрите время доставки. Потому что некоторые товары, кстати, находятся в России. Что меня удивило. Но некоторые товары пишут там доставка до 6 месяцев. Но через 6 месяцев я, может, это уже не захочу. В общем, я смотрю, что отправляют в течение 3-5 дней с момента заказа. И идет это примерно недели-две в среднем. Иногда задерживается и очень долго там идет, ну, месяц. Больше у меня не было, честно. Я не знаю, делать ли обзоры с Алиэкспресс. Потому что я много не заказываю. Но обязательно вам новые штучки, которые куплю, буду показывать вот таких вот видеоинтерьерных. Потому что у меня прям чешется. Что-то поменять. Так, это H&M HOP. Смотрите, какая рамочка. Стоит 700 рублей. Вот таких штук там тоже полно. Стеклянные тоже есть, но я боялась бы заказывать. Мой любимый отдел для кухни. Смотрите, какая красота. Вот я хочу себе побольше дерева в дом. Смотрите, поднос какой. Вот такой я не везен на Алиэкспресс подносиков. Подушки я в Икее покупаю. Смотрите, это детские. Какой пледик крутой. Ой, какой классный. У вас не фокусируется. Вот, смотрите, какой крутой. Какие крутые скандик рычочки. Такие точно есть на Алиэкспресс. И головы зверей, которые мне, извините, но не понять. Но они очень милые. И ростомеры, смотрите, какие мимимишные. А вот коврик, который нам хотела. И куча милых подушек. Это мороженое, облачко. И вот облачко тоже. Какой. Мы уже готовимся ко сну. У нас вот такое вот одеяло с трансформерами. Абсолютно не интерьерное. Но Димке нравится. И главное, что он сам спит. И моя любимая стена. На самом деле, когда заходишь в комнату, если близко не присматриваться, такое впечатление, что это покрашено. Мне очень нравится. Поэтому смотрите. Ссылочка, которую я оставлю внизу. На Алиэкспресс. На все, что я говорила. Я постараюсь оставить ссылки под этим видео. Единственное, на что я не могу оставить ссылку, это многие спрашивают про этот ночник. Девочки, в обычном хозяйственном магазине этот обычный ночник в розетку самый простой. И стоит там рублей 200. Разных форм. Есть сердечки, есть еще что-то. Точно знаю, в твоем доме есть. И просто в хозяйственном магазине зайдите, посмотрите. Наверняка в каком-нибудь фикс-прайсе тоже есть. Ну, а теперь я сюда привезла все с дачи. Накидала здесь всего. Здесь тоже всего. Тут разбирала, что надо, что не надо. Тимка покопался. И тоже ждите следующее видео о разборе моих вот этих вот залежей косметики. Вон, видите, рамочку мою всю Тимка разнес. В общем, я хочу сюда, знаете, еще повесить что-нибудь. Помните, у меня здесь висела надпись love, но я тоже хочу сюда какие-нибудь постеры но с надписями. Чтобы были такие, знаете, инстаграмные уголки. Вот, я, конечно, очень хочу поменять стулья, но пока, в общем, бюджетом будем маленьким ограничиваться и украшать просто вот так вот. Еще я взяла с дачи, привезла киевское тоненькое одеяло, чтобы Тимка зимой спал, потому что это такое пуховое, толстенное. И плюс здесь батарея. Мы ее будем отключать, чтобы было не жарко. Очень жарко в нас комнате. И будет в любом случае одеялко тоненькое. Ну, а на сегодня все. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за то, что вы нас любите. И до новых встреч. Пока-пока.